мужик идет посмотреть как дела я уже посмотрел вот эта героическая девушка захотела остаться одна и разнести эту печку нас уже здесь узнают привет блогерам и так далее только тебе приятно вот так выглядит куча в восемьдесят тысяч рублей мужик идет посмотреть как дела я уже посмотрел он это увидел и меня зовет давай руку вот печально то что вода стоит здесь глина и не могу я оттуда выкачать воду насос уже не берется а скважин делать надо мне было сказано заснять не знаю куда не знаю чеку но сказали ручная бабочка вот немногие задают вопрос чем не нравится воронеж больше чем тот же самый кавказ воронежская область вот сейчас покажу один из примеров он видите впереди большая пробка на километра полтора наверно там идет ремонт через мост через дом точнее идет ремонт моста который через дом то есть люди здесь и культура вождения здесь намного лучше здесь особо спешащие это скорее исключение встречается крайне редко в основном у людей здесь есть чувство уважения к другим и никто не пытается залезть впервые других ну за исключением мопедистов и мотоциклистов но их не жалко точнее их не жалко пропустить они место занимает чуть-чуть а на кавказе же особенно в пятигорске ты либо будешь лезть либо если ты нормально едешь и стоишь очередь ты будешь стоять часами проезжая про отрезок промежуток дороги намного меньше просто элементарно культура и уважение здесь намного больше вот видите правая полоса она свободна и никто туда не лезет и стоят и мирно в общем-то ты себя не чувствуешь дураком проявляя уважение к окружающим когда стоишь и вместе с ними в очереди у нас никак ну или без больших строительных магазинов опять мы сейчас поедем на другой конец города в другой магазин потому что все-таки как оказалось ну по сравнению с некоторыми магазинами здесь в леруа дешевле мне нужно купить насос скважины купить гидроаккумулятор и так далее гидроаккумулятор большой на 100 литров минимум и вот получается с другими магазинами в леруа я могу купить за 7 700 уже с нержавеющим фланцем ну то есть флотцем из нержавеющей стали стали а в розничных магазинах 7 700 стоит оцинкованным но для тех кто не понимает из нержавеющей стали будет служить поеду туда все затарюсь плюс еще по дому чуть-чуть что-то надо жена со мной тоже хочет поехать и и там надо купить определенные вещи для огорода но у нас появился герой вот эта героическая девушка захотела остаться 1 и разнести эту печку интересно она наверно хочет остаться 1 чтобы оторваться и никто не видел как она будет со злостью крушить эту печь максимально да максимально короче будущий строить вот на общем нам надо разобрать вот эту печку потому что здесь я поставлю в этой комнате гидроаккумулятор автоматику всю и печка это здесь мешается для основания у нее хорошая вот и жена кричит что у нас еще холодильник появился вот я сейчас покажу смысл в том что мы эту печку будем убирать но так как здесь остается вентиляция с этой стороны потом в последующем возможно сделаем каминчик но это может быть далеких каких-нибудь планов не факт что сейчас надо сперва хотя бы эту комнату сделать нормальный пригодный здесь будет угол для умывальника для посуды готовки ну короче такая полевая боевая точнее кухню пока ремонт не добрался надо первым делом доделать ванну нормально вот еще такой холодильник у нас появился тоже не новый но нам для наших целей холодильников надо будет не один еще и будет морозилки нужны будут большие очень купили за 5000 камерный холодильник большой работает отлично все хорошо виктор ты чего такой чтобы лёля больно было по ванне загидроизолировал я ванну наклеил по краям армирующую ленту не армирующая гидроизоляционно сверху еще раз хорошенечко промазали гидроизоляцией все это дело сделали кстати над не забыть купить коронку для кафельной клетки так выглядит ванна я очень надеюсь еще раз повторюсь что вот это все соединение не по тиху поедем и сегодня на ки на киа потому что у него ну я ее покупала так коробка передач работала не очень хорошо ну то есть это я выбивала 4 включалась с хрустом в общем печаль беда была но вчера у жены 4 передачи вообще перестала включаться я сегодня проехался действительно не включается в общем коробку лучше заменить пускай короче пока стоит здесь по месту она еще ездит погода хорошая позволяет в ближайшее время надо будет заехать куда-то сделать эту коробку поменять точнее так как у меня лежит запасная конечно состояние запасной коробки неизвестных будем надеяться что она нормальная рабочая что все хорошо ну если нет то опять попаду без них к сожалению никак так уж не сторонник покупать бушные какие-то вещи раз досталось машиной поставим жарище на улице просто неимоверно хотя время только 10 часов утра вчера я поехал прокатился клуб маркетологов точнее у нас были шашлыки у клуба маркетологов в воронеже настолько отличная компания настолько душевно посидели прям вообще супер ну вот я так как человек занимающийся настройка рекламы в интернете контекстной яндексе google тоже знаю маркетинг в общем меня туда позвали я был организатором тоже помогал в общем круто посидели ходим покупаем по леруа разные вещи но поехали в этот раз другой магазин леруа мерлен у нас уже здесь узнают привет блогерам и так далее только тебе приятно очень приятно вот она из жизни интересно правда откуда человек у нас знает из ютуба листик ток хочу то опять увидала и побежала 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 ты чё там увидала ковролин в общем под затаялись мы на 55 тысяч полная тележка такого всякой всячины очень дорого все особенно по сантехники вот здесь первой части все самое дорогое почти на полкиник здесь почти на червонец мы уже сидим в машине загрузился затарились еще раз повторю на 55 тысяч почти это только пока в этом магазине рва мы еще не купили глубинный насос производительностью от 100 метров здесь не было почему 100 метров потому что это с запасом с учетом того что в системе должно быть давление три с половиной атмосферы столб воды который он должен поднимать и запас мощности 25 процентов ну так пишут по правилам плюс я купил шуруповерт хороший покажу чуть позже что за марка ну и маленькую циркулярную пилочку потому что сейчас начнутся стройки крыша там сарае и тому подобное ножовка перед конечно не очень когда была своя циркулярного было круто но мне ее не вернули сказали что не брали ну бог с ним грубо говоря плата за присмотр вот такие дела сейчас в общем двигаем во второй мы во второй магазин леруа мерлен уже время два голодные кушать хотим кофе хотим всего хотим надо закупиться ехать домой в общем мы с олькой слабаки мы не сдержались и купили себе вот такой бассейн за 6000 фильтром это вот одно из ненужных покупок короче вот этот бассейн был не со списка вот еще там дополнительно взял приходнички всякие для воды чтобы сделать но это я потом когда воды будет касаться видео тогда расскажу что за переходники ну и всякие там розеточки всякая такая штука сетку взяли для того чтобы в комнату хотя бы закрыть от мух и купили одну классную штуку мы взяли какую-то ерундовину к ней цепляешь шланг и там какая-то жидкость литровая такая бутылка со специальным распылителем обрабатываешь участок где-то и весь гнус мол погибает там комары и тому подобное комары пчелы осы мухи вот ай клещи даже вот попробуем что за штука ну вы обязательно увидите мы вернулись из леруа мерлен закупились мы в итоге на 80 тысяч из внепланово я купил инструмент инструмент бассейн и печку сейчас покажу расскажу что для чего частично вот так выглядит куча 80 тысяч рублей теперь по порядку пнд труба для того чтобы опустить вот этот вот насос в скважины здесь же где-то лежат тросики из нержавейки которые они походу не из нержавейки из золота потому что один тросик 25 метров в длину стоит почти три косаря у меня таких на три потому что скважина глубокая затем но это я себе купил у меня много всяких саморезов всякого такого барахла скапливать который некуда складывать вот взял себе такой инструмент извини планового купили мы вот такой бассейн сейчас на улице жара и он нам прям очень даже пригодится купил такую печку купил из необходимости потому что нужно просто просушить кессон прежде чем в нем сделать адекватные полы ну опять же таки это для водоснабжения фильтр грубой очистки внизу это циркулярная пила которую я хотел купить здесь куча сгонов всякой ерунды автоматика для воды в доме автоматика для вот этого колодца теперь у меня у жены я это все дело автоматизирую чтобы она могла открыть пистолетик и у нее потекла вода все это автоматически включалась и выключалась от насоса ручеек также вот эта фанерка и вот эти ножки это будет теперь наш стол не знаю что из этого выйдет но интересно поприкалываться в крайнем случае пойдет мне для работы пригодится также взял гидроаккумулятор на 100 литров думал может взять на 150 на 200 ну посмотрим если будет малый насос будет включаться часто то еще один установлю также взяла головок у меня 125 обсудная труба этот вот от 110 до 130 насос водолей у него производительность короче максимальный подъем 110 литров я брал такой из расчета что у меня скважина глубина 52 метра плюс в системе должна быть давление где-то два до с половиной атмосферы это примерно еще плюс 30 метров если переводить плюс должен быть небольшой запас по горизонту я не считал потому что здесь довольно короткий довольно короткий промежуток поэтому горизонт я не считал мне продавец советовал насос глубинный подороже за 20 косарей этот я купил за восемь но почему его купил потому что насос точнее скважина она еще нормально не прочищалась скорее всего будет песок и в общем этот стоит дешевле его не так будет жалко чему угробить тот за 20 косарей обязательно себе штучка я купил наконец-таки хороший шуруповерт ну не идеальный конечно но и среднего сегмента прям вообще классно я вообще конечно там посматривал на шуруповерты dexter вообще на линейку инструмента на аккумуляторах но стоит он конечно кусачьих денег и я как бы пока решил не борщить и не покупать ну и также немножко всякого барахлишка для дома сам розеточки для бассейна тут мы взяли таблеточки там но распираторы ольга себе набрала семян очень много вот ну я как бы много набрал всяких всяких короче штук для того чтобы доделать воду здесь очень много трубы конвенционная и водопроводная обычно она вся армированная вот надеюсь что мне всего хватит и я ничего не забыл точнее надеюсь не надеюсь я что-то забыл точнее я сперва его купил потом обратил внимание что я купил меньше чем нужно вернул а в другом магазине забыл купить это зажим финальный на тросик из нержавейки вот такой вот я молодец ну ничего страшного все равно ехать в ближайшую в ближайший поселок землянск и там я куплю что мне необходимо маленький такой кронштейн музык привет ты выспался 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 вот так выглядит куча в 80 тысяч рублей ничего такого особенного я здесь не вижу один пластик до дешевый ширпотреба инструмента пока я таскаю все причин давай нужны для дома для воды для них же они тут бассейн схватили кому что да только так виктор разложили бассейн камера это не передает но он такого размера в нем и побултыхаться даже можно нормальный вот только мне интересно сколько дней мы будем его наполнять емкостью нашей скважины заодно и скважину чуть-чуть ну не скважину колодец от старых хозяев заодно его чуть-чуть подраскачаем небольшая емкость у этого колодца но я честно сказать я думал он раньше дуется столько воды всего лишь мы смогли нам брать и все она закончилась надо быстрее делать скважину но хотя бы все купил скоро будет и скважина как раз нам нужно прокачать воду сюда и и пустим значится у меня сегодня в планах было вечером залезть в колодец кессон именно где у меня находится скважина для того чтобы ее остатки воды оттуда вычерпать ведрами кинуть туда обогреватель высушить землю и потом забетонировать скважину то сделать все как положено вот я кстати трубу хотя бы спилил но для того чтобы туда залезть у меня есть резиновые сапоги которые по коленке но собственно эти сапоги мне не помогли как оказалось я не знаю почему я уже воду туда выкачивал но она еще раз поднялась и глубина теперь здесь было о колено мне я сейчас бросил еще раз туда насос вот воду до выкачать потом надо будет оттуда возобрать это даже лестницу не убираю надеюсь что я успею это сегодня сделать это наверное лучше выкачу а дожду до завтра еще раз выкачу и потом по убирать такие дела хочется очень ускориться со скважиной и подать наконец-таки в дом нормальную воду а все никогда не как никогда не как и сказать уже надоело слик купаться ну что делать сегодня придется еще раз купаться с лейки мокрый грязный печку дочь размолотила кстати сколько хорошего материала на подсыпку дороги прямо можно подсыпать кирпичиками вот этим ерундой все меньше грязи будет круто а эти кирпичи хорошие жаростойки я их оставлю они еще чувствую пригодятся так прогноз погода говорит о том что погода портится и три дня будет дождь по этой причине мне надо заняться колодцем вот это дело исправить и просила земля вот так у меня есть хорошая возможность подсыпать чтобы земля еще потребовалась но перед этим не надо копать вот здесь вокруг кольцо залить пролить его раствором внутри задуть пеной и мне пришел помогать виктор да виктор здесь то я уже подсыпал все что провалилась но вот там с краешка еще можно чуть-чуть подсыпать часа наверное это я сделал так копал вот я пролил раствором он уже даже чуть подсыхает извиняюсь за шум ветра в данном случае мне микрофон не поможет от такого ветра ну в общем залил по кругу здесь я тоже залил но ужас и немножко помог отковырял ладно не беда все равно нужно на анкера эту крышку сажать потом еще раз дополнительно пролью раствором сейчас мне нужно дать подсохнуть этому всему делу и потом засыпать и желательно это сделать сегодня здесь я уже тоже подсыпал траншейку там готовился по-хорошему мне осталось только вот эта ямка и но сейчас надо попробовать собрать все для насоса обратный клапан прочим подготовить в общем насос я купил такой водолей максимальная глубина погружения 80 метров подъем 110 метров ну так по паспорту максимально чего такой набор это вот обратный клапан это переходник на 32 трубу это вот ботонок муфта соединение с насосом еще пакли и паста вот кстати спадли ни разу не работал всегда использовал там гид но надеюсь что получится уплотнить хорошо соединение резьбовые мой думаю без косяков вот я запаковал не знаю конечно насколько хорошо получилось уже старался по максимуму не знаю как получилось будем надеяться что не потечет во всяком случае когда все подключу узнаем если давление будет сбрасываться то значит течет если не будет сбрасываться знать все хорошо ну даже если она вот в этом соединении чуть подтекать будет я думаю не беда главное чтобы вот в этом месте она не текло тогда будет сбрасывать меня смущает соединение пластика на металл вроде запаковал надеюсь башку не свернул силы много в общем надеюсь что все будет хорошо насос я повторюсь еще раз взял вот такой вот водолей его характеристику а модели они прошу прощения почему он такой я уже говорил повторюсь еще раз потому что я не хочу дорогой насос шатать на скважине которую не прокачивали а этот вроде недорогой